Песня с душой, танцы с размахом. Два года родина Михаила Евдокимова Верховская провела в тишине. Коронавирус поставил на паузу популярный фестиваль, на который ежегодно съезжались тысячи человек, включая знаменитых артистов, друзей Михаила Сергеевича. Сегодня музыкальные встречи возобновили вновь. Мы очень счастливы, что традиция снова возобновилась. На время прекратились и надеемся, что на совсем прекратились наши ограничения. Мы очень счастливы. Замечательный фестиваль. Всегда приезжаем. У нас дети выросли на этом фестивале. Прям я тут душой отдыхаю. Два года же не было. Я была на юбилейном на 25-м фестивале. Я из города Челябинска. И приезжаем каждый год. Я из Барнаула. Мы с друзьями сюда приезжаем. Большой компанией. Гуляем по селу, по всему. Здесь вообще здорово. Спортивные состязания, угощения, экскурсия по музею Михаила Евдокимова. Здесь и сценические костюмы, артисты, музыкальные инструменты и памятные фотографии. Среди экспонатов есть и эксклюзивные артефакты. Михаил Сергеевич платформу и каблуки набивал сам. По-моему, сосна, дерево, чтобы более легкое было, верх фабричный. Но в армии это не уставная обувь. И командир части раза четыре обрубал эти каблуки топором, а он все равно мастерил. Но хотел иметь модную обувь. В итоге, когда дембилизовался, пришел с армии, привез вот эти туфли сюда. Конечно, эти туфли не для повседневной носки, а для выступления на сцене. А вдова народного губернатора Галина Евдокимова, прогулявшись по музею, не могла не поделиться своими воспоминаниями о Мише. И в армии мы даже друг другу писали. Хотя же нет. То есть он служил в старой бате, и у нас дом стоял прямо вот напротив. Плац, казарма и вот наш дом. Михаил Евдокимов ушел из жизни в 2005 году. Его жизнь трагически оборвалась у поворота на село Плешково Троицкого района. Автомобильная катастрофа. Михаил Евдокимов так и не смог реализовать свои планы по развитию родного села и в целом Алтайского края. В память о погибшем народном избраннике и большом артисте Галине Евдокимову вручили памятный знак отличия. О посмертном присвоении ее супругу звания почетный гражданин Смоленского района. Валентина Аскерова. Будни.